5 декабря в 2002 году корреспонденты наших новостей рассказывали о большой городской проблеме. Как говорится, школоте не понять. А вот те, кто постарше помнит, как еще не у всех были мобильные телефоны, и позвонить по срочному делу можно было с таксофона. Аппараты стояли на улицах города, и на них нападали хулиганы, ломали казенное имущество, а потом город тратил на ремонт 3000 рублей каждый месяц. В 2002 году это были большие деньги. В 2003-м слабослышащие школьники радовались дорогому подарку от главы Мордовии. Николай Меркушкин подарил им новый автобус, на котором они могли бы выезжать на экскурсии и прогулки. Это был, конечно, не первый подарок и не последний, но очень нужный. Машина теплая, хорошая, удобная. Спасибо за машину. В продолжение темы подарков можно вспомнить еще 5 декабря 2005 года. Мордов Кинофон тогда получил в пользование фильм про мальчика-сироту. Называлось это кино «Итальянец». История о ребенке, который сбежал из детского дома и пошел искать свою маму. Говорили, что картина очень переживательная и поучительная. А вот в 2007-м школьники Саранского разгара учебного года лишились столовых. Пищеблоки начали переделывать в рамках модернизации, а детей пересадили на фастфуд. Они пили йогурты, покупали пирожки и мечтали о супе и картофельном пюре, которое в столовых почему-то всегда вкуснее, чем дома. Это как бы здоровая пища, она вкуснее. А это мы сейчас в сухомятку едим, нам это неприятно как бы. В 2012-м завершилась первая часть большого ремонта в музыкальном училище в Саранском. Впереди было открытие общежития, а на тот момент все радовались обновленным стенам. Работать и учиться в старых было неудобно, говорили и студенты, и педагоги. 2013-й стал последним годом для старой республиканской больницы. Корпуса разрушили, а на территории остались красивые елки. Их рубили, чтобы поставить на Советской площади. Да и вообще все городские елки в тот год были больничные. И это были последние живые елки рядом с площадью. Потом для Саранской площади купили искусственную. В 2014-м мы вспоминали историю главного университетского символа, памятника Гареву. И рассуждали о том, почему ученый изображен левшой. А вот в прошлом году 5 декабря было печальным. Завод «Искра» электрики пытались обесточить за долгим. Почти скандал республиканского масштаба, потому что это единственное предприятие, которое работает не для прибыли, а ради жизни людей с ограниченными возможностями. Вопрос, конечно, решили, но нервы, как водится, потрепали. Вот таким было 5 декабря в разные годы работы журналистов 10-го канала. И мы продолжаем запоминать самые важные события в республике, чтобы когда-нибудь снова показать их телезрителям наших новостей в ностальгической рубрике. Людмила Кусерова, Наши новости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!